Минувшие выходные Союз общественных объединений совместно с президентской канцелярией вручал ежегодные награды деятелям Года гражданского общества. Победители выбирались в нескольких номинациях, и в одной из них Аста Миссиони Инемине, то есть своего рода Человек года с миссией, победил учитель истории и обществоведения Дмитрий Рыбаков, который преподает сразу в двух школах с русским языком обучения. Доброе утро, Дмитрий. Здравствуйте. Доброе утро. Поздравляем вас с этой наградой. Ну и, в принципе, можно отметить, что она для вас не первая. В 2011 году вы были названы Учителем Года в Таллине, и в прошлом году вы удостоились премии Европейского парламента гражданина Европы. Что можно об этом сказать? Можно ли сказать, что действительно учитель — это такая престижная профессия, и учитель может быть замечен и удостоен различных наград? Ну да, не хватает еще Оскара, Ордена Почетного Легиона, и может быть Нобелевской премии по литературе. Кто знает, кто знает. И я почти, дорогой Леонид Ильич, или его величество Хайли Селасси. Да нет, на самом деле, мы все работаем не ради этого, и когда такие вещи происходят, они всегда неожиданны, с одной стороны, с другой стороны, конечно, приятны. А учитывая ту общественную значимость, которую представляет собой работу учителем, и сейчас это очень изменилось в последние годы, ничего там такого сверхъестественного нет. Ну а вот что изменилось в последние годы? Например, Союз общественных объединений отмечает ваш заметный вклад в интеграцию русскоговорящей молодежи в эстонское общество и образовательную работу, проводимую с учениками вне непосредственно школьного процесса. То есть вот эти вот темы интеграции и образования вне школьного процесса, они сейчас больше значениями придаются, чем раньше? Несомненно. По-прежнему, конечно, у нас большинство учителей концентрируется на преподавании своего предмета, но мы очень часто забываем, что в государственной программе красной линии прописаны так называемые сквозные темы. И они связаны как раз-таки в первую очередь с тем, чтобы диверсифицировать учебный процесс, максимально его делать более разнообразным, выводить ребят за пределы школы. Странно, что это заметно, потому что, по большому счёту, мы нигде не рекламируем, по большому счёту, не рассказываем о том, что происходит в школах, но, видимо, это какой-то отклик нашло. Хотя с ребятами у нас договор. Начиная с прошлого года у нас даже такая система существует, календаря внеклассных мероприятий, согласно которой они в течение года должны выбрать из, скажем, ста предложенных мною проектов, конкурсов, мероприятий, которые приходят за пределами школы. Это одно из условий для того, чтобы они получили за счётную оценку в конце года. Я думаю, что это посильно для каждого ученика и интересно. Насколько сложно работать с молодыми людьми? Потому что очень часто можно услышать, что детей ничего не интересует, им скучно, они не хотят приходить на уроки. Что вы используете для того, чтобы их увлечь своим предметом? Мы с коллегами часто наблюдаем такой интересный процесс. У нас первоклассники, в начальной школе ребята приходят с очень большим энтузиазмом, им всё нравится, они любят учиться. А потом где-то в центральные годы, вот это основной там школы, пятой, шестой, седьмой, восьмой, девятый класс, это как-то всё немножко, к сожалению, затухает. И в гимназии, я вот так вот наблюдаю, я не могу сравнивать, наверное, полноценно, потому что работаю только со старшеклассниками, а в гимназии самый такой продуктивный год – это десятый класс. Они чувствуют, что они преодолели очень важный период в своей жизни, получили основное образование, и на пике своих творческих и таких вот мотивационных возможностей, способностей находятся как раз в десятом классе. Потом в двенадцатом классе тоже беда, конечно, потому что уже, понятное дело, приоритет получить хороший результат на государственных экзаменах, думать о том, где продолжать обучение дальше. Поэтому мы хватаемся за эти возможности, которые вот в десятом классе так вот хорошо аккумулируются. И не знаю, не жалуюсь. У меня, может быть, из-за того, что в двух школах работаю, в хороших школах никогда не было проблем для того, чтобы найти тех ребят, которым это нужно и интересно. — Союз общественных объединений отметил также вашу деятельность в Круглом столе народности при Ассамблее сотрудничества Эстонии и в Совете Эстонского центра по правам человека. Что вы делаете в этих двух организациях? Что входит в ваши обязанности? — Ну, это, видимо, так запоздало постфактум, потому что членом Совета этой организации одной и другой я был порядка уже 7-8 лет, наверное, назад, в течение двух или трех лет. Это очень интересная организация. В частности, Круглый стол народности — это была организация, созданная еще при Лен-Артемере. И я входил в этот Круглый стол, когда Томас Хендрик Ильвес был президентом. Это было очень интересно с точки зрения, какие люди в этом Круглом столе были и какие вопросы мы там обсуждали. То есть мы пытались мониторить те проблемы, которые происходили на тот момент, 10 лет назад, в Эстонии с правами человека и в рамках соблюдения прав именно людей разных национальностей, живущих в Эстонии. И, например, некоторые инициативы были положены, в частности, в основу административной государственной реформы, которая у нас прошлого года в Эстонии идет. Что касается Совета по правам человека, то он в этом году, по-моему, 20-летие свое уже отмечает. Но в последние годы я уже с этой организацией не связан, поскольку члены Совета там не на постоянной основе, а ратируются, чтобы не было никаких конфликтов интересов. Ну, а поскольку вы учитель истории, то воспользуемся случаем, спросим ваш комментарий. Дело в том, что нам от зрителя поступила информация, что в одном из магазинов Пярну продается книга Адольфа Гитлера «Mein Kampf». Как это можно прокомментировать? Здесь есть очень разные точки зрения. Одни говорят, что нужно это точно запретить. Другие говорят, нет, запрещать ничего не надо, пускай люди делают осознанный выбор. Ну, о запретах мы уже проходили. Мы с вами всегда имеем возможность вернуться в XIII век, и «Либерценсус Дании», и «Кодекс запрещенных книг», и так далее. Все это показывает нам снова и снова о том, что запреты ни к чему хорошему никогда не ведут. Надо разъяснять, объяснять. Конечно, на самом деле, это, понятное дело, для любого нормального человека это катастрофа увидеть такого рода произведения на книжной полке. Но, тем не менее, сколько даже за последние годы, если посмотреть, вышло уже толковых материалов на эту тему. Естественно, школьникам я бы это не предлагал, просто в силу того, что у нас ни временного, никакого ресурса нет для того, чтобы глубоко этим заниматься. А для исследователей нет, эти материалы должны быть доступны. Там же ключ ко многим вещам, которые сегодня в нашей жизни происходят. Мы не можем это... А может ли эта книга оказать, скажем, влияние на те же неокрепшие умы? При нашем разнообразии метатекстов, не думаю, у нас такое огромное, бездонное просто сейчас количество разных источников, где можно почерпнуть экстремистскую информацию, что все это сводить к Адольфу Алоизовичу, тем более, что книга-то достаточно такая, в общем, примитивная по конструкции и сюжету. Не думаю, что... О художественной ценности. Ну да, представляет совсем себе минимальную. Фашизм ведь не в этом. Мы все время себя наказываем, может быть, такими вещами, или пытаемся оправдать, переводя все это на Гитлера и на Майнкамф, не замечая, на самом деле, истинных, таких маленьких, чуть заметных признаков вот этого ползучего фашизма, который, к сожалению, продолжает оставаться с нами, несмотря на то, что мы уже в 21 веке живем. Учитель истории и общества видения Дмитрий Рыбаков был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.